Исторический вклад в сферу культуры и спорта со стороны государства всегда был относительно велик, пусть иногда вёлся по принципу остаточного финансирования. Например, в странах Северной Европы предприниматели-частные лица инвестируют в эти сферы больше государства, что создаёт определённую независимость от политических ветров. Но у нас такой подход может стать вынужденной мерой. Учитывая напряжённую ситуацию с бюджетом, целесообразно обратить больше внимания на привлечение частных пожертвований в области культуры и спорта, чтобы держать их финансирование на плаву. Причём закон о налогообложении позволяет инвестировать до 10% от своего дохода, то есть жертвовать без налога в разные недоходные общества. Но от этой максимальной возможности, которая составляет почти 950 миллионов евро, используется очень мало. Данные есть по 2022 году. Тогда эта сумма составляла 20 миллионов в спорт и культуру. Понятно, что государство в ближайшие годы будет больше озабочено финансированием здравоохранения и социальной сферы, страдающих от недофинансирования. Сейчас доля предприятий, делающих пожертвования, составляет полпроцента от общего числа. Сохранение всё как есть – первый сценарий. Но если довести долю предприятий через 5 лет до 3%, то вложения в культуру и спорт по сравнению с базовым сценарием выросли бы в 4 раза. Проведено немало исследований, как привлечь спонсоров. Есть меры, требующие финансов, но есть и неденежные. Первая мера – распространение информации о том, какие мероприятия или организации поддерживает государство или самоуправление. Такая поддержка, даже небольшая, действует как своеобразный знак качества. Частные фирмы смелее вкладывают деньги в такие мероприятия или фирмы. Во-вторых, прозрачность финансовой деятельности – самая эффективная мера, если бы на каждые 2 евро частных пожертвований государство добавляло 1 евро из бюджета. При такой схеме или третьем сценарии уже в первый год было бы собрано поддержки на сумму в 13 миллионов евро или на 9 миллионов больше, чем сейчас. Надо понимать, что подобные вклады не являются чистой благотворительностью. Каждая вложенная евро увеличивает ВВП на 1,4 евро. Однако реалистичным кажется, что культуре и спорту стоит рассчитывать на себя и учиться тесно сотрудничать с частным сектором. Это касается и столицы, и малых самоуправлений. Михаил Владиславов, Роман Васильев, Новости Таллина.